Всем добрый день! Многие на нашем YouTube-канале спрашивают про нашу теплицу. Делаю у меня специально сниму горизонтальное видео для YouTube. Теплица, значит, 3х6, сделали из теплицы арочного типа, как видите, арки все разные, специально-экспериментальная. Гасса стены прямого участка метр, ширина 3, пол, пол стены утеплены пенопластом 100 мм. Задняя торцевая стенка пенопласт 50, плюс поликарбонат с двух сторон. В этом торце дверь, перегородка, хозблок, так называемый, теплая дверь, отсекающая дверь. Вентиляция. Клапана стоят там, там, плюс вытяжные вентиляторы, работающие под датчиком. То есть температура в теплице поднимается плюс 26-27, они включаются, вытягивают горячий воздух, втягивают холодный. И включается сразу же вентилятор, который раздувает воздух. Отопление. Конвектора обычные, пушки. Все стоит на тепловых датчиках, настроенных на определенную температуру. То есть включение и выключение автоматически. Грядки. Сделаны стеллажного типа, как мы видим, чтобы можно было хранить или рассаду в темном месте, или всякий инвентарь, как мы видим, да? И цветочки, даже кала здесь у нас, так сказать, спрятаны. Металлические грядки, плоский рис не рекомендую, просто решили сэкономить. Видите, их выгибает, расширяет и так далее. Надо делать, который мы продаем для клиентов, то есть ребром жевкости. Усиленные, так называемые. При такой компоновке очень удобно работать и обрабатывать, но если вот так вот растет, приходится ставить стремянку и со стремянки работать. Вот здесь высота 3 метра, высота позволяет. Дальше, вентиляция листов осуществляется, то есть здесь два листа. Наружно 10 миллиметров, внутренне 4 миллиметра. Между ними полость. Если не задувать туда воздух, видите, стоит канальник раз и два, то образуется на листе, это вот снаружи, прям здесь капает. На внутреннем листе образуются капли. То есть они капают и растения болеют. Для этого нам пришлось установить вентиляцию межлистового пространства. Закачивает горячий воздух сверху между листами. И вот здесь одна прорезь, да, видно? И вторая. Северная сторона, она закрыта, даже пенопластом утеплена, как видим, полтинником. Ну вот, вроде все. Сегодня у нас получается 18 марта. Мы тут культивируем потихоньку. Перчики, видите, стоят. Томатики, но это в бочках уберется. Это из летней теплицы с уличной. Вот томатики, вот огурцы. Видите, растут. Сейчас снял и вчера тоже снимал. Вот четыре огурчика на салатик, на обеденный. Солнце сейчас больше и больше. Вот перчики уже первые, видите, коренной оторвал. Видите, завязываются. Томатики. Тут кусты, где-то, как маленькие, карликовые. Здесь лук посадил зеленый, сивок для зелени. Это базилик. Это руколап, дергал, даже недавно совсем. Там зеленушки тоже режу потихоньку. Укроп, кинза, петрушка. Салат, салат тоже выдернул. Ну и вот, видите, здесь по центру много-много огурцов. Что еще? Вроде бы все. Досветка с помощью ламп. Видите, здесь у нас опять мы посадили огурчики в этом уголке. Также вот томатики стоят. Еще дома много-много. Вот видите, сейчас температура в теплице 28. Дверь поставили на микропроветривание и плюс вентиляция работает. Долго что-то у нас томатики некоторые, сорта проклевываются. О, вот эту можно уже убрать, под лампу поставить. Раз сюда ее. Вот еще один даже проплевывается. Видите? Вот тут еще нет. Ну вот, вроде бы все рассказал на целых пять минут. Поэтому все отлично. Это чисто хобби. Очень дорогое хобби, я вам скажу. Ну, зимой здесь очень хорошо, когда у вас огурчики растут, там томатики приходишь, вот так вот срываешь, да, там, и кушаешь. Или вот такие вот большие. Вообще супер. Поэтому смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, все расскажем. Если будут вопросы, пишите. Мы снимем конкретно по каким вопросам интересующимся видео. Все круто. До свидания. Продолжение следует. Спасибо.